Привет, это канал предпринимателей взлет, меня зовут Ольга и в этом видео мы с вами будем рассматривать новую коллекцию аксессуаров от компании Reflame Violet. Это сумка, шарф и ожерелье. Оставайтесь со мной. Лаконичная, современная, твердая сумочка Violet бежевого оттенка с контрастной лиловой отделкой. Ну, производит довольно приятное впечатление, выполнена под кожу и даже, видите, на клапане сумки, на кармашке стилизованная металлическая деталь, как утверждает компания Reflame, выполнена в форме небоскреба. Хотя, не знаю, что это за небоскреб, наверное, что-то типа эйфелевой башни. Но золотистого оттенка детали мы видим, фурнитура, видимо, потому, что эта серия выполнена в бежевом оттенке, и поэтому золотистая фурнитура. И клапан закрывается на две кнопочки. Внутри мы видим в этой сумке, ура, что мне очень понравилось, есть два отделения. То есть, вы можете положить вещи в одно отделение, во второе, и есть еще посередине карман. Давайте же рассмотрим эту сумочку внутри. Здесь, видите, у нас ручки мешаются. Вот она вот такая мне пришла, видите, не застегнутая. Сейчас вместе с вами будем застегивать, смотреть размер ручки. Мы видим лиловую подкладку. Очень приятно. Материал плестер, конечно, но вот по ощущениям очень напоминает хлопок. А вот внутри материал самой сумки прямо как велюр. Видимо, это модно стало. Вторая уже сумка за сегодня в моих обзорах, на которой нет совершенно подкладочной ткани. Внутри вот один большой карман. То есть, смотрите, мы его расстегнем и увидим, что тем самым у нас как будто бы три отделения. Два обычных и одно посередине. Но при этом нет никаких дополнительных кармашков. И сумочка нигде не брендирована, как сумочка Арифлейм. Сумочка выполнена в стиле гармошки. И, видимо, благодаря этой гармошке она должна какую-то вместительность иметь. И закрывается она на две металлических кнопки, тоже золотистого оттенка. Ну, мне было бы удобнее, конечно, если бы сумка была на одной застежке. Но две кнопки, может быть, будут лучше держаться. Может быть, они магнитные тоже, смотрите. Они очень хорошо прилипают. Они довольно крепко держатся. Давайте рассмотрим ремешок. Давайте сначала посмотрим, как он крепится. Крепится он вот к клапану, непосредственно вот к самой крышке. В связи с чем, я думаю, что если она будет тяжелая, и он может тянуть, и сумочка может открываться. Но это только мое предположение. Сумочка, когда будет размещаться на плече, то вот это вот место, оно не будет перетираться, и ручка ваша будет в сохранности. Ну, давайте же теперь закроем сумочку и посмотрим, какой размер ремешка. В связи с тем, что он расстегнут, вы можете понимать, что размер ремешка регулируется. Давайте я сделаю самый короткий ремешок. Вы у меня будете потом спрашивать, какой именно в сантиметрах размер ремешка. Ну, вот нет у меня под рукой сантиметра, не могу вам сказать. Ну, вот смотрите, если мы делаем самый короткий размер, то на плече сумочка у вас, вот прямо у меня сейчас ровно на талии. Рост мой 1,62 м, поэтому можете ориентироваться на мой рост. Это вот непосредственно самая-самая короткая ручка. Давайте же перестегнем на самую-самую длинную ручку, чтобы вы могли оценить. Здесь прямо много дырочек, смотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть дырочек целых. Представляете? С разницей где-то в пару-тройку сантиметров. И вот самая длинная ручка. Я думаю, что те, кто смотрит наш обзор, знаете, что я люблю носить вот так через голову сумки. И да, вот можно будет одеть через голову и тоже будет у вас чуть-чуть ниже талии сумочка. Ну, в условии, что если вы рост такой же, как и я. А если вы оденете на плечо, то сумочка на самой длинной ручке у меня вот на бедре. Давайте посмотрим, как выглядит сумочка Violet относительно каталога. Вот мы прикладываем каталог, и вы видите, что он чуть-чуть повыше сумочки. Ну, это стандартный размер компании Reflame. Видимо, не знаю, под что они делают такой размер. Под планшеты или под тетрадки А4, но явно не под свои каталоги. Вот, сумочку мы не закроем, если положим в нее каталог. Но можно свернуть, положить в два сложения. Шарф Violet, честно говоря, поразил и удивил. Обращаю ваше внимание, что оттенок его точь-точь совпадает с тем шарфом, который вот рядом с сумочкой. На девушке шарф чуть более такой кремово-розовый. На самом деле он более зеленоватый. Принт выполнен под ручную роспись по шелку. Как утверждает нам компания Reflame, я, честно говоря, не очень разбираюсь в ручных росписях по шелку. Но сами оттенки и рисунок мне очень-очень нравятся. Очень гармонично перекликаются вот эти все узоры и орнамент. Шарф стирать вещами такого же цвета. 100% плеестер. Сделан в Китае, разработан в Швеции. Универсальный размер 176 на 110 сантиметров. Смотрите, размер уже не такой, как мы привыкли. Односторонний этот шарф. И по всему периметру он подвернут в одну сторону. Смотрите, по вам, начиная с середины, у него есть разрез. И этот разрез тоже обработан и подвернут. То есть не так, как мы привыкли, не в виде палантина, а посередине есть вот такой интересный разрез. И смотрите, я вам сейчас покажу. Когда я его одела, сначала я не поняла, думаю, ну как-то странно разрезали, зачем это нужно. Ну кому надо, тот накинет как накидку. Но знаете, этот так интересно смотрится. Прямо я бы даже сказала, что оригинально. Это можно и летом надеть на купальник сверху. Это можно надеть на теплое платье черное, на деловую любую одежду. То есть очень комфортно. Ничего нигде не соскакивает. На животе вы можете закинуть, да, вот так вот прикрыть. Можете просто сделать, чтобы у вас висело это свободно. В руках очень удобно. Давайте я вам покажу вокруг. На спине все красиво тоже свисает. Гармонично. И, наверное, потому что еще нежные такие оттенки. В общем, я очарована вот этим разрезом. И тем, как удобен стал этот шарф в применении, вот когда одевается он таким образом на себя. Думаю, что шарф я себе возьму. И еще один предмет, который я точно себе закажу из этой коллекции, это ожерелье. Сейчас я вам расскажу про него и покажу. И когда я только увидела каталог номер 3, то я сразу влюбилась в этот аксессуар. Это ожерелье из настоящего аметиста. А как любой полудравоценный камень, он обладает определенными свойствами. И как мне сказал один уважаемый мной человек, который разбирается в камнях, которых очень любит, что аметист это камень, который помогает усилить видение. А я думаю, что очень многие люди, которые смотрят мои обзоры, не отказались бы, чтобы их видение стало более сильным и более активным, назовем так. Поэтому вот камень аметист, он вот точно для таких людей. Настоящий аметист, не подделка. Почему? Потому что я вам сейчас покажу. У меня вот есть два таких ожерелья. И вы сейчас увидите, насколько отличаются эти два природных камня. Они абсолютно разные. У них даже разные текстуры и разные оттенки. Посмотрите, насколько они разные. Камень природный и каждое ожерелье будет уникальным. Ну, во времена, когда у нас у всех очень много одинакового всего, я думаю, что уникальность аксессуара, она тоже играет большую роль. Тем более, это ожерелье совершенно недорогое, 1249 рублей по цене каталога пока оно стоит. И я думаю, что это очень-очень лояльная цена за такое прекрасное украшение. Также здесь подвеска с символом Венеры, которая, я думаю, тоже усилит, дорогие дамы, вашу женственность. И ожерелье сверху, знаете, вот так как вы видите, что они разные, вот эти камушки, то каждый камушек облит сверху какой-то золотой фольгой или вот чем-то золотым, золотого цвета, для того, чтобы прикрепилась цепочка к самому камушку. То есть, даже верхушечка у каждого камня отличается одна от другой. Мне очень нравится. Я не знаю, какой камень мне придет, я буду очень надеяться, что он будет действительно красивой формы, что он будет потрясающий. Один, видите, он совсем-совсем светлый, такого аметистового оттенка, а другой, вот он такой уже прямо более фиолетовый. И поэтому загадывайте, какой вы больше хотите, такой вам и придет. Цепочка 60 см и 6 см дополнительно. И кончик цепочки тоже украшен маленьким-маленьким камушком. Ну, думаю, уже не натуральным, но все равно такая вот фенчика довольно приятная. Мне нравится, что цепочка длинная, и я буду носить у нас самую длинную длину, потому что мне всегда кажется, что пол драгоценной камни надо носить именно вот отдельно, да. То есть, не как какое-то ожерелье, а как вот такую вот единичную сольную подвеску. То есть, длинная цепочка, и камень украшает ваш однотонный костюм, однотонное платье. Хорошо будет смотреться и на летних вещах, и прекрасно будет смотреться на деловой одежде. В общем, этот камень может сопровождать вас повсюду. Будьте неповторимы и элегантны с новой современной коллекцией Violet. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш канал, чтобы смотреть новинки компании Reflame вместе со мной. Пока-пока!